Братья и сестры, слава и благодарность нашему Господу, что мы в эти вечерние часы переживаем праздничное посещение. И не только мы, находясь в Доме молитвы, но и город наш, и страна, и добрая часть мира, она сегодня отмечает приход Господа. Эти рождественские праздники, которые начинаются с самого декабря, с начала месяца, они продолжают нас радовать своими мелодиями, проповедями. И мне сегодня хочется тоже предложить эту мысль о том, что, братья и сестры, мы не забыты. Это действительно, как брат прочитал, мал Вифлеем, но дорог, не забыт. И поэтому сегодня, когда мы сравниваем себя с нашим положением в истории человеческой, мы тоже можем сегодня обретать живую надежду, братья и сестры. Смотрите, как написано в послании к римлянам о том подвиге, который совершил Господь ради нас. 10 глава, 20 текст, ниже мы читаем. Исайя смело говорит, меня нашли неискавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне. Это тоже чудо. Не мой народ назову своим народом. Это касается сегодня очень многих из нас, кто причисляет себя к язычникам. Бог сделал невозможное. Бог не поскупился своей славой, но к своей славе приобщил погибающего в грехах человека. Братья и сестры, мне сегодня хочется предложить два места из книги Священного Писания. Евангелие от Луки, читаем первое место, со второй главы, с восьмого текста и по четырнадцатый включительно. И родила, в той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господне осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Братья и сестры, второе место послушаем книга пророка Агея. Глава вторая. Будем читать с шестого текста по девятый текст. Ибо так говорит Господь Савовов. Еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом этот славою, говорит Господь Савовов. Мое серебро, мое золото, говорит Господь. И слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Савовов. «И на месте этом я дам мир, говорит Господь Савовов». Братья и сестры, владился младенец, сын дан нам. В самое трудное время человеческой истории на земле, как и сегодня, разразилась величайшая из всех из местных драм. «Бог вечный, творец миров, владыка стал человеком, нашу плоть на себя воспринял. Он на грешную землю сошел, вид раба ныне сам он принял». Это тайна сегодня. И поэтому в эту тайну сегодня самые мудрые и блестящие умы человечества вникают, чтобы постичь глубину. Братья мои и сестры, это он побудил к тому, чтобы его мама и папа, Иосиф и Мария предприняли это путешествие, «И он бы был рожден в городе Давидовом». Братья и сестры, к нему было приковано внимание пастухов, которые слышали небывалое в своей жизни пение ангельских хоров. Проповедник возвестил им о рожденном спасителе, и они спешили туда, чтобы его увидеть. Братья и сестры, к этим яслям прикованы внимание и мудрых людей, и великих, и простых. Пройдет немного времени, и туда поспешат волхвы со своими дарами. Они принесут ему золото, ладан и смирну, как мы вчера смотрели это представление, которое организовано было посредством нашей молодежи и деток наших, братья и сестры. Мы с вами смотрим о том, что сюда приходили многие люди, простые и неизвестные. Об одном из таких людей написано «Был некто, человек, Симеон, чающий, ожидающий утешения Израилева». И Дух Божий был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, и он тоже нашел, что сказать. Там была престарелых лет Анна, лет 84, и она день и ночь неотступно служила Богу постом и молитвам. В храме Божьем, братья и сестры, сегодня и наши взоры прикованы к этому младенцу. Это замечательный праздник. Бог стал человеком для того, чтобы поделиться с нами, грешными, погибшими существами, полнотой своей, славой своей и миром своим. И, действительно, наша планета сегодня, и мы с вами нуждаемся в этом мире. Мы сегодня нуждаемся не в отсутствии военных конфликтах. И сегодня и так богато на нашей земле. Мы нуждаемся с вами во внутреннем мире. И вот он как раз и является этим миром нашим, который уничтожил грех, взял наш грех на себя и пригвоздил его к древу, понеся проклятие грешников. Это мои грехи, это твои грехи. И он ради этого пришел, братья и сестры. Как это драгоценно сегодня осознавать? Кто бы ты ни был, как бы твоя жизнь ни сложилась, но сегодня, когда мы с вами почитали свидетельство апостола Павла в 10 главе послания к римлянам, для нас сегодня открывается надежда, если мы открываем с вами живые слова Господни, братья и сестры, мы еще больше можем благодарить Бога за его чудный дар. Посмотрите, как здесь сказано, 1 глава 1 послания к Оринфянам с 27 текста. «Но Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрое, и немощно избрал Бог, чтобы посрамить сильное, незнатное миро, уничиженное, ничего не значащее, избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Братья и сестры, так угодно было Богу осуществлять свою спасительную миссию среди нас, людей. Не каждый из нас может сегодня поступить в университет, хотя он совсем рядом от нас, совсем несколько времени, и мы будем там. Но заметьте, здесь говорится величайшая миссия Господа по отношению нас грешных, Он избирает. И делает это значащим и весомым. Он называет нас сыновьями и дочерями своими. Он роднится с нами. Он не стыдится называть нас Его братьями. Потому что мы все от единого, от Отца, рожденное посредством Его живого слова. Братья и сестры, что я хочу сегодня сказать, когда я прочитал второе место пророка Агея. Братья и сестры, у нас никогда не было бы этих праздничных мелодий, торжества, ликования по поводу того, что Бог совершил для нас во Христе Иисусе. Если бы эта история закончилась с этими людьми, позади этих людей было 70 лет плена. Немногие вышли оттуда. Пророк Агей говорит, кто из вас видел прежний храм в славе? А были такие. Им было уже за 80. По крайней мере, больше, чем 70 лет. Но были среди них те, которые плакали, потому что они считали, что то, что они делают сегодня, оно в их глазах как ничто. Оно пусто. И когда мы с вами читаем книги Ездри, книги Ниеми, которые нам повествуют о трагедии народов, в которой она оказалась, проделав такой большой путь, полторы тысячи километров, пешком, они пришли и начали строить. Но вот оппозиция от людей была настолько сильной. Люди смеялись, глумились, люди мешали им строить, и они бросили стройку. Не стали ходить на работу, но стали бежать каждый к своему дому. Было что-то, и каждый работал над своим домом. И вот тогда Господь возбудил двух пророков. Один из них Агей. Агей был старшим человеком, пожилым человеком. Захария был молодым человеком, но их весть была очень важна для тех людей, которых Дух Господень побудил. Пойти, чтобы строить храм, и строить город, и стены, и улицы обустраивать. Братья и сестры, вот именно такая цель была очерчена для них кем? Киром. Царем. Язычником. О котором Бог говорит, что это мой избранный сосуд, которого я избрал. И он говорит, Бог мне положил это на сердце. Кого Бог духом касается, поднимайтесь, идите и стройте дом Богу своему. Братья и сестры. И вот они пошли. Но когда случилось вот этот конфуз, оппозиция была очень сильная, люди перестали строить. 16 лет дом был в запустении. Братья и сестры, и опять же, заметьте, здесь очень удивительная роль, это роль пророка Агея. Он так здесь незаметный для нас, но его миссия была столь существенна, потому что он ободрял народ. Для того, чтобы они вернулись к тому делу, которое они забросили по своему нерадению. Потому что они считали, что невозможно, вы вспомните, как они говорят, не время еще строить храм Господень. А Господь говорит, а свои домы вам пришло время строить, тогда как мой дом в пренебрежении. Это интересная история, братья и сестры. И их роль была очень важна. Посмотрите, с какими словами Господь обращался к людям. Давайте посмотрим на эти слова. Вот оно было, Слово Господне через пророка. Заметьте, он только передает. Это не его. Это от Господа Слово к тем, которые потерялись, которые отошли от Божьего плана и дизайна. Мы читаем такие слова. Первая глава с третьего стиха. И было Слово Господа через агея пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом этот в запустении. Поэтому сегодня говорит Господь. «Обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, но не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дрявого кошелька». Так говорит Господь Саваоф. «Обратите сердце ваше на пути ваши». Братья и сестры, как Господь открывается людям. Он говорит к сердцу. «Посмотрите и обратите сердце свое сегодня к тому, что вы переживаете, в чем вы живете». И вот рецепт. «Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему». Заметьте еще одно очень важное слово. «И прославлюсь», говорит Господь. «Ожидаете много, а выходит мало. И что принесете домой, я развею. За что?» Говорит Господь Саваоф. «За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому». Поэтому это небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. «И я призвал засуху на землю, и на горы, и на хлеб, на виноградный сок, на илей, на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд». Братья и сестры, вот эта трагедия, которая стала постоянным спутником их жизни, они работают, но это не в пользу. Они получают, но все это уходит через дырявый кожелек. Они теряют. Что Господь говорит в своем рецепте? «Идите на горы, носите дерева, стройте мой дом, и я стану благоволить к нему, к строению, которое вы возводите, и буду прославлен», – говорит Господь. Братья и сестры, заметьте, это простые слова, но когда было сердце преклонено к словам Господним, обязательно будет результат. Братья и сестры, слышать слово Господне очень важно ушами, но не только своими ушами, надо сердцем услышать эту весть. И заметьте, это слово Господа, переданное через Агея, оно возымело свое действие, посмотрите, как здесь написано, 12 текст. «И послушались Зарвавель, сын Салафиилов, Иисус, сын Исидеков, и весь прочий народ. Глаза Господня своего из слов Агея Пророка, как посланного Господом Богом, и народ убоялся Господа». Посмотрите, это говорится о том, что как это очень важно было, братья и сестры. Мы иногда делаем большую ошибку, когда думаем, что это нужно не мне, а тем, кто выше сегодня стоят. Но заметьте, это слово, и это слово нужно было кому? Правителю Иудею, Зарвавелю. Это нужно было и Асидеку, великому Иерею. Заметьте, но и весь прочий народ, он тоже нуждался в этом ободрении от Господа. Смотрите, вестник Господень говорит, Господь говорит народу, «Я с вами, говорит Господь». Братья и сестры, знать о том, что мы находимся в Его присутствии. Не только тогда, когда мы в Доме Божьем, а когда мы дома, а когда мы на работе, а тогда, когда мы одни и никого с нами нет, вот тогда открывается подлинная наша сущность. Братья и сестры, живем ли в осознании того, что мы в Его присутствии находимся? Это очень важно нам знать. Посмотрите, здесь написана еще одна весть, которая была донесена в 13 стихе. Он говорит, «Я с вами, говорит Господь». Братья и сестры, это обещание сегодня и для нас очень важно. Иисус Христос, уходя, сказал, «И вот я с вами во все дни до скончания века». Наше строительство дома, храма Божьего, оно продолжается. Мы тоже с вами, строители, мы тоже что-то возводим. Нам что-то нужно показать Господу, где Он будет прославлен и явлен. Братья и сестры, но этого еще недостаточно в жизни. Посмотрите, слышали слово, правильная реакция на это слово. Но теперь смотрите, что делает дальше Господь. «И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи». Заметьте, «И дух Иисуса, сына Иосидекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа». И они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего. Братья и сестры, вот это состояние, это очень важно, когда мы с вами на страницах Священного Писания приходим. Почему? Потому что это есть как раз тот результат, который важен в нашей жизни сегодня любым. Поем ли мы в хоре? Проповедуем ли мы Слово Господне или что-то делаем с точки зрения людей незначительно, но нам всем очень важно быть напоенным одним духом. Братья и сестры, посмотрите, его присутствие с нами здесь и сейчас, это очень важно нам знать, братья и сестры. Посмотрите, как написано в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Ибо без меня не можете делать ничего», – говорит Иисус Христос. Филиппийцам 2, 13 написано, «потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Вот почему нам важно сегодня делать труд. Большой ли он, маленький, значительный ли он в наших глазах? Имеем ли сегодня мы противников и оппозиций в нашем труде? Братья и сестры, важно то, что мы видим, что Бог пользуется нами, и Дух Святой работает через нас. Посмотрите, у Захарии в 4 главе написано так, 6 стихом, «Не воинством и не силою, но Духом Моим». Интересно, когда я смотрел другой перевод этого слова, здесь написано, «Но помощь твоя от меня тебе, помощь тебе от меня будет». Вот именно этот текст Захарии 4, 6 говорит нам об этом. Братья и сестры, как трудно нам, когда нету света. Как трудно нам, мы поем в гимне, когда кругом темно. И вот в это отчаянное время, когда много непонятного встречается в жизни, нам очень важно стоять на ногах. Нам очень важно быть верой движимым, не отступать, не сдаться, не остановиться, так как сделали когда-то переселенцы, пришеть с хорошими, благими намерениями, но потом подменился план, и от Божьего дома каждый бежал, заметьте, каждый бежал к своему дому. Братья и сестры, Писание говорит, что их дома были очень красивые, очень влиятельные, очень искусно отделаны, там были умельцы, а к дому они оскудели. Братья и сестры, что это случается с нами? Когда мы рассматриваем сегодня людей, или события, или обстоятельства только своей меркой, тогда мы попадем в отчаянное обстоятельство безысходности и уныния. Но там, где есть место Богу, братья и сестры, всегда есть выход. И поэтому, когда приходят в нашу жизнь трудности, на путях веры, послушания Господу, не смотрите на проблему, смотрите на Бога, который может решить эту проблему, и через проблему прославить имя свое. Братья и сестры, посмотрите, что у них было, немногое. У них было Слово от Бога, у них был Божий Пророк, у них был Его Дух, и Он Сам присутствовал среди них, братья и сестры. Вот так важно и в нашей жизни, братья и сестры, помнить еще что? Что у нас есть цель, как и у них цель. Вы возвращайтесь назад, чтобы восстановить храм Божий, место собраний, место, где я буду говорить к вам. Второе. Построить стены, оживить город. Братья и сестры, мы с вами прочитали восьмой стих. Я буду благоволить к нему, к дому своему. Я прославлюсь там. Братья и сестры, посмотрите, какие незначительные события. Но если мы с вами смотрим глазами того народа, что они имели, мы не можем впадать в уныние, в отчаяние. Посмотрите, вот что говорит Даниил. Даниила, 9 глава, 25 стих. Он говорит о том, в какое время возвратятся люди. И там сказано, и обстроится гром, город и храм, но в трудные времена. Наперед Господь сказал, что трудности встретятся у них, но вы должны их пережить. В этих трудностях Господь будет прославлен, братья и сестры, когда мы дальше смотрим на эти события, в этот храм, который сегодня, с точки зрения их потерь, которые они потеряли, и они не вернулись назад. Им кажется, нет никакой надежды. Но смотрите, Дух Святой говорит, слава последнего храма будет больше, братья и сестры. И когда мы с вами смотрим на страницы Священного Писания, братья и сестры, мы должны помнить о том, что Бог не против нас, Он за нас. Посмотрите, как написано, Исход 25, 8. И устроят они, люди, мне святилище, и стану обитать посреди них, братья и сестры. Вот эта слава Докса или Каббат, это как раз говорит о том, что Он присутствует с нами, братья и сестры. И здесь говорится о том, что когда они построили Скинию собрание или возведут стены храма, Бог придет там, Он будет жить, это Его дом. Посмотрите, 25 глава, 22 стих, так написано, там я буду открываться тебе, говорить с тобою обо всем, что не буду заповедовать тебе через тебя, сынам Израилевым. Это книга Исход. Братья и сестры, посмотрите, как сказано о Доме Божьем, который очень важно было восстановить. 28 Псалом, стих 2. Воздайте Господу славу, славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. 28 Псалом, 9 стих написано, и во храме Его все возвещает о Его славе. Это Бог, это Его присутствие, братья и сестры. Когда мы с вами смотрим свидетельство Священного Писания, мы уже с вами некоторые моменты прочитали. Вот Михей, 3 глава, 1 стих написано, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете, вот он идет. Вот, это действительно мы с вами наблюдаем на страницах Священного Писания, Бог входил в свой дом. Слава, которая когда-то была покинута, Бог наказал, Бог отверг и презрел жилище свое, но в своем плане Он решил вернуть его народу своему. И Он говорит, что слава этого последнего храма будет больше, братья и сестры. Для нас, когда есть трудности, очень важно нашему сердечному человеку смотреть не на трудности, но на обетование Божье, чтобы преодолевать все трудности силою возлюбившего нас. Братья и сестры, подумайте, насколько это драгоценная истина. И они вернулись к этому, и они устроили это. Заметьте, здесь сказано, я скоро, и это будет скоро, потрясу море и сушу, небо и землю, потрясу все народы. Братья и сестры, слово вот это скоро, оно вызывает в нас иронию, как скоро. Ведь до Христа и Его явления было более 500 лет. А Господь говорит через пророка, это будет скоро у Господа. Тысячи лет, как один день. Скоро. Петр нам, говорит, состранит свое послание. Он идет, он поспешает. Иоанн, богослов, говорит нам о том, что все гряду скоро. Братья и сестры, это значит, моя и твоя жизнь, она очень скоротечная. Но мы сегодня можем трудиться ради вечности. Братья и сестры, первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 стих, он говорит, и все, что не делайте, словом ли, делом ли, едите или пьете, или спите, все, что не делаете, делайте от души во славу Господа. Братья и сестры, к чему нас сегодня призывает Господь? К активной позиции, чтобы мы могли смотреть на Господа, потому что Он идет. И пусть Он в эти рождественские праздники посещает нас обильно, благословляет нас в общении через Его живое Слово. И Ему, возлюбившему нас, и сделавшему столько для нас, да будет слава, да будет честь, да будет поклонение. Аминь. Помолимся Богу. Субтитры создавал DimaTorzok